Всем привет с канала Брим Ким и сегодня мы вышли на район песчаных карьеров в городе Димитровград. Мы тут сколько времени? Время около 11.10.07. Сидим мы тут наверно где-то с 9, то есть с 9 мы уже наверно сели и разложили. Сидим не балдеем. И было два тачка на два фидера из трех. Поклевок результативных ноль. Уже кормились на калорийном массивном прикорме с миласой, с перецом и с кукурузой. Я не знаю что надо этой рыбе вообще. Белый-красный опарыш. Пробовал типоваться на кукурузии на чесноке. У Кристины поклевка. По прикорму у нас значит оснастка инлайн. Из прикорма ныненко лечь крупная фракция и сливы в перемешку ныненко с кемпелецом. Корм сделали активной работой. То есть он у нас сыпучий пушистый. Из наживки использовали опарыша ничего нет. На червяка тоже нет. И червяка хотят съедать. Ну да, как отметила Кристина, червяка съедают. Даже укрупнились в крючках. До этого стоял КамАЦУ 14 номер. Сейчас сидим на фанатике серии ЭДЖИ номер 8. То есть довольно таки большой крючок не для уклейки и не для мелкой полотвы уже. Потому что, как я сделал предположение, здесь непонятно, что после зимы можно ловить. Потому что здесь мы были один раз после зимы. Этот отчет есть в группе ВКонтакте и в нашем Инстаграме. Поймали двух подлещиков небольших и одну густерку. Тут непонятно, что нужно делать. Либо укрупняться, потому что здесь нет мелочи, которая не может даже заглотить крючок средний такой 14 номер. Потому что вязать поводки на 22-х крючках, которые для мотыля, это ужас. Либо здесь вообще ловятся такие крокодилы, которые не пробивают губу себе при помощи маленьких крючков. И приходится ставить карповые. То есть на Фидер Спирада от Кайды я поставил серия Изима от компании Кайман. Номер 4. То есть это уже, ну, не Карповый скажем, но хороший Карасёвый крючок. И непонятно. Вот опять вытащили второй Фидер. Опять-таки пусто на крючке два парыша. Три. Убери. С бесклёвьем таким мы в этом году столкнулись, наверное, первый раз. Как бороть бесклёвьи? Как такой именно панацея от этого нет? То есть ни дипы, ни аромы. Если её здесь нет, её здесь нет. С нами тут, как мы только пришли, сидели соседи в рыбалке. Два пенсионера на поплавок. И один мужчина, так скажем, водил на Фидер тоже. Ни у кого ничего абсолютно нет. Но даже касаемо поплавка, я пойму, потому что всё-таки вода ещё чуть-чуть мутная. И рыбы у берега нет. Ну, чтобы на Фидер ни одной, я не знаю, мелкой плотвы, мелкой густёнки не попало на песчаном кольере. Это очень давно такого не было. У нас, кстати, уже всё действует нерестовый запрет. То есть ловить на один крючок. Норма вылова – пять килограмм на человека в сутки. Это вот Ульянов в области, насколько я знаю. И нельзя рыбачить лодок на любую снасть. И на спиннинг. Потому что вроде как ощутил, что такая сейчас должна быть жор. Захидываем. Полетела. Упала. Перекинули, наверное, не все палки уже. Кроме Спирадова. Давайте посмотрим. Я его сейчас вымытою. Смотрю, что он сегодня спеклят. Ну вот я всё, в принципе, поймал. Палка камыша. Ха-ха. Я ещё думаю, что сначала тяжело идёт. Палка… Катя… Хотел порекомендовать ещё, наверное, в том влоге… Леску, которую мы используем для фидера, то есть, если вы начинающий рыболов, для которых мы, в принципе, и снимаем видеоролики, то эта леска вам пойдет вообще. Не спорю, есть очень полно различных шикарных лесок для фидера, там даже шнуров ПЕ по японской классификации. Но как бы начинающим, почему, допустим, я к высоты своих знаний, которые я имею, почему я не рекомендую использовать дорогое, во-первых, если вам не понравятся эти деньги на ветер, не каждый потом даже перекупит то, что вы взяли. И как бы учиться на ошибках, обрывать легче и выгоднее из бюджетного сегмента, чем из дорогого. То есть, если вы половили сезон фидером от Кайды за 600 рублей, вам понравилось, вы всему научились, то замечательно. Возьмите тогда себе на следующий сезон, не знаю, ту же Волжанку, тот же Zemax Iron Fidder. То есть, как бы сразу, я не вижу смысла. И здесь то же самое с леской. Итак, леска от компании East Shark. Восточная акула у нас от этой компании два спиннинга. Крокодил, кстати, от этой компании. И вот леска называется Camotech FTS. То есть, якобы, с покрытием флюрокарбона. Якобы. Но там дело в том, что идет 110 метров 130 рублей в среднем ценовая политика. Но в чем она хорошая? Она хорошо держит на разрыв. То есть, тянется, не отстреливается на тяжелых весах, если вы кидаете в клипсу. И в чем ее прелесть идет, я не знаю, видно вы здесь или нет. То есть, у нее идет метр темно-зеленого, метр светлого зеленого. Или даже не метр, я могу ошибаться, наверное, по полметра идет. Вот. То есть, довольно-таки хорошо ее видно, в отличие от обычных лесок. Прозрачного, такого, белого цвета. И все-таки ее характеристики, те, которые, допустим, вот, нас устраивают. Они стоят, они прекрасно справляются с какими-то своими элементарными нагрузками, блин. Презаложим, но... Corona Time. Даже на один фидер колокольчики поставили, потому что он у нас жестковатый такой. Мы думаем, может быть, просто мы даже не видим на нем поклевку, но... Не знаю. Кстати, есть фидер Кайдер Спирата. Если используете колокольчики на фидере, то используйте парок, не используйте на прищепке. На прищепке, вот, как раз-таки, дивертипы и ломаются, потому что крепление очень иговое у них. Вот, если что-то по прикорму сказать, то добиваем вот это с прошлой рыбалки осталось он. Это я то, что говорил в видеоролике, 5 вещей, которые нужно сделать, если вас свободно сигнала с рыбалки. Остался прикорм, немножко промяли его руками и так вот заморозили. Никогда липкий корм не морозит и превратится в бесформенный кирпич, который потеряет все свои свойства. Сейчас, как мы, если добьем прикорм, если все-таки клевка у нас активизируется. Опа! Первая рыба! Дай похвастусь. На бесклевье и хорошая густерка, это трофей. Пока что это рекорд дня. Давай еще, Сергей Канасович, рекорд. Ну вот, что отмечу, кстати. Крючок Митсуи, 18 номер, мелкий. То есть, не в крючках, что ли, дело. Может быть, стоило рыбу раскормить здесь. Все-таки я два спомбы кинул, или три. Два или три полных спомбы кинул. Потом мы кормушек, наверное, перекидали, штук 7-8. Может быть, стоило еще. Крючок Митсуи. Забили кормушку. У меня приключилась маленькая ЧП. Я прокинул банку с червяками. Но, что хорошо, червяков не потерял. Кстати, по червякам. Используем сейчас не магазинные, а вот такие, ну, довольно-таки толстые, земляные белые черви. Потому что, не знаю, на магазинную хрень тоже толщиной, я не знаю, с волос, но особым результативным, мне кажется, будет. Ну, первая рыбешка есть, вот она у нас даже прикормочной панировки, скажем так. Мне даже, блин, не хочется с Садокова в воде, мы смотрим на выбор. Так, почему ты думаешь, что ради одной рыбы? Ну, покажешься. Далее, о чем можно поговорить, это, наверное, да. Сейчас, как-то, с прикормом кончится. Если у нас все-таки будет клевать, то, конечно же, будем делать прикорм. Наверное, опять-таки, сниму видеоролик внутри видеоролика, чтобы отдельно было. Как мы замешиваем, здесь будет образно один рецепт. Либо смотрите сразу-то там после этого ролика, либо это выйдет там в следующий раз. Это наша шестая рыбалка в апреле, сегодня 29-е число. Отметить по прикорму можно только одно. Там, где мы сидели, когда ловили со спомбом, с прошлого влога, суть у нас использования прикорма ввелась к тому, что полевая часть составляющая, то есть сам прикорм, далее идет добавка в виде сухого компонента, это гамаруса, то есть это то, что использует Сминенко, только мы покупаем гамарус в доме в магазине, перетираем его в пыль, и получается что-то вроде крыля. Далее идет крупная фракция, это пелет, потому что опыт прошлогодний подсказывает к тому, что, допустим, кукуруза и горох в основном прикорме, они только мешают. То есть тот же дуна, где у них серия премиум и дефиш, где крупная фракция как раз и содержит в себе кукурузу, это только как муфор, почему, потому что она не набухает, она не представляет из себя кормовое что-то, она представляет из себя те же камни, которые лежат на дне. Если вы хотите добавить крупную фракцию, купите альберс, вот купите мелкий прикорм, либо регулированный какой-то, и добавьте туда консервированную гороху, кукурузу, то есть либо из магазина, либо специально в магазине рыболовном. То есть там разная ароматика, они с ваниль, чесок, шоколад, чего-то их нет. Семена конопли, не знаю, там, пелетёк-то и пойло в некоторых магазинах когда придаются. То есть то, что будет намокать и растворяться, это как раз и будет крупная фракция. Если вы просто сухого гороха дроблёного, и какой-то кукурузу сухой накидаете, это будет лежать камнями, рыба будет заглатана и тут же слёвывает. То есть это ей будет не нравиться, она подумает, что здесь вся такая хрень, и с этого места уйдёт. Это, опять-таки, это только моё мнение. Может быть, кто-то, наоборот, уловит так. Опять-таки, для разных мест, для разных погодных условий, для разных окнасток, это всё абсолютно индивидуальное. Ну вот, к чему пришёл я, то есть сейчас, когда я замешиваю нам прикорм, тот же бит-фиш, который как раз таки позиционирует за собой, это двухкилограммовый мешок, в котором содержится кукуруза, пелец, взороблённые всякие какие-то бойлы, либо какие-то шарики. Опять-таки, я это всё просеиваю, у меня получается где-то 800 грамм чистой пыли, которая хорошо лепится, и получается больше килограммов как раз вот этой крупной фракции, которую можно как раз кормить таки с помпом. Ну, не могу, завожу, но. Так что вот. Для каждого, конечно, по прикрому, что разно индивидуальное, но мы приступим, по крайней мере, к этому. Даже вот, если вам показать, то вот этот контейнер, тут именно за кормом, а не прикормом. Это то, что мы кидаем помпом. Здесь как раз таки вот этот вот красейный бигфиш, который содержит в себе кукурузу, какой-то рыбный острый пелец, типа вкуса соуса, это специи с рыбой. Потом идет горох, рис и манка. Это все сухое, это все не отваренное, просто все перемешанное берется с собой, заливается вода из водоема и заливается миласом. Все, то есть, чтобы было такое кормовое жирное пятно и чтобы крем хоть как-то активизировался. Но иногда мы можем видеть, это тоже не является таким прям-таки средством по спасению от бесклювия. Ну, как минимум, уже ушли несколькими руками уже. Одна рыба, но есть. Еще, может быть, кстати, бесклювие, почему. Сейчас у нас было несколько дней прям такого урагана, сильного ветра, дождя. Вода холодная и сладкий вкус не особо распространяется. То есть, прям, может не идти на сладкое. Это как в том году, допустим, для сравнения. После дождей хорошо шло на чеснок, на специи, на какие-то вонючие миги. На вот такие вот острые вкусы, допустим, на скопах, на сливочный орех, на сливу, на клубнику, но тем более на мед ни шло, ни капли. И поэтому, может быть, еще, конечно, с этим все связано. Я взял две как раз пыли, это черные лещи, специи, специи дают как раз-таки острый запах такой, черный лещи дает кормовое пятно черное, такое, пылевое прям. так, пока камера была выключена, не снимала, Кристина поймала вторую рыбу. Такую же, как и первую, но первая, она поймала ее на 18-й крючок от Минцулы, то есть на мелкий. Уже это вторая рыба, и стало ясно, что на больших крючках тут делать нечего. И поэтому, видимо, даже не шло на 14-й рону, потому что он был большой. Поэтому сейчас мы будем снимать все большие крючки и ставить все 18-е крючки с 0,14-ми поводками. Второй момент, эта рыба, которую поймала Кристина, она была нечестная, то есть у нее был на боку хороший такой вздер от сетей, видимо, выбралась. Вот, либо рыбоохрана, либо наши демократские из рыболовных войск добровольцы, которые ездят и снимают сети, они как раз-таки ее и выпустили. Так, поводок, значит, будем использовать почти полметра на 18-м крючке. Фиксация самая простая, петля ступлю. Но, точнее, у нас здесь идет полегче, чтобы не возиться с леской, идет крючок вверх, люк. и поэтому хорошо и нормально держим. Трикор у нас уже кончается, поэтому будем скоро замешивать новый на острых вверх. Спасибо. Спасибо. Так, прикорма у нас осталась буквально на одну кормушку, поэтому сейчас закидываем, закидываем прикорм на фидере и будем замешивать новую. Так, закинули мы значик и сейчас переключимся на другую камеру, чтобы как раз таки там подробно все показать, как замешать. И ловить. А у Кристины тем временем ловит. С момента последнего включения нашего по экшн-камере прошло порядка около полчаса, может быть более. Мы утопили спомп, когда забрасывали, там шок-лидер с основной плетенкой узел не прошел через кольцо удилища и спомп мы потеряли. Ну, ничего страшного. Так, у Кристины поклевка. Понятное дело, мы сцепили два фидера. Сейчас мы это все будем отпутывать. Так, у Кристины была поклевка и угадайте, что мы поймали. Мы поймали наш оторваный спомп. Она, главное, такая тянет и мы такие. Это запуталось, перепуталось. Походу, думаем, с соседним фидером. А оказалось, нет, оказалось, вот это плетенка, 0,3-я наша, на которой мы вытащили как раз-таки спомп. Радости полные штаны. Почему? Не потому, что спомп стоит 90 рублей, его покупать надо. У нас поднялся сильный ураган, поэтому мы... Ну, не ураган, поглядь, что. Очень шквальный, порывистый ветер, прям сносится, бывает. И сундук со снастями был открыт, и у меня удуло термоусадочные трубки, двухмиллиметровые, на карповые полотки. Удуло их, я расстроился, они, опять-таки, 25 рублей стоят, хрень-хренью. Но я в единственном магазине в городе нашел, у нас 11 магазинов, я в единственном нашел. И непонятно теперь, когда они завезут, что любят. Вот такое вот мы поймали. По нашей рыболовной обстановке. Ветер, значит, пока была выключена камера, поймали хорошую густерку. Опять-таки, это все в фотоотчете будет. Прикармливаем птичек, просто кормим их. Ловим теперь на прикрым, которые замешали специи черный лещ, без милас, потому что она у нас шоколадная. Поклевок, как не было, так и нет. Они у нас раз там полчаса, поэтому на водоеме мы проведем еще, ну, маловато времени. Зато будет фотоотчет. Сняли сегодня для вас, как я тут переделал и обо всем рассказывал. Чтобы любез, так скажем, по рыбалке сняли видео по замешке криферма. Ну, все-таки, свою рыбу поймали, поэтому считаю, что сегодня сходили не зря. Тем более, мы на этом месте у них сейчас выводим в течение всего лета. Летом здесь, конечно, намного лучше. Обязательно летом отсюда у нас будут репортажи. Ну, и даже вот это же, смотрите наши видеоролики. Большая активность в группе ВКонтакте. Хотелось бы такой же активности как раз-таки на Ютубе. Мы с вами уже набираем-набираем обороты, поэтому скоро выйдем на широкий, развернутый формат видеороликов. Всем спасибо. Не прощаемся.